МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА selectWAR SWCC CDC МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чавон сегла да, ирона да, тожикстона да, иян афганастона да, фарси зевон, довлети расмий зевоне. Афганастона та дэ свой фарси пушту зевонан расмий зевоне. Эсэн огарда моныш тагапи сапе. Чичо нікарды дэн амані дэ ирона жон? Ио эмина нубада гэд бэ камон чама зевоні. Толуша зевонан, игла рагришой дэ дэ джо ироний зевонон. Дэ ми наниме ки, чама толушон ипуа жимон кардидэ дэ ирона да. Тіка андрес бвотом, вилойат гилоний шахристоон толуша да. Эсэн буан камешига бэ жанамон чавон хаха да. Чама хамхуна бэ юон ки мандин ироний тарки бада, чавон чама са фарг мэ ки, авон хич вақті таги ба нин штаватана да. Толушон, хэжо ироний чамьиаті ахангдор глаи пуа бэн. Дэмиан жигу авон айо огаташонэ, эшта толуша ті. Эшта ххуса зевон, уникал фарган, эяна гадима адат ананон. Одам ба шахристоон толуш омяада, альбахул зэнеда ки, бащта догма ватанома. Хамчаврая джаматі жагап, чавон лахча, чавон гатэгэр, ананави, маросимон, эяна айинон, хаммай, хаман чаманин. Одамон хаммай шиналавз, эяна срадиянин. Чумчко авон аштан, эшта эгвули сойбин. Эшта тая инкардедан, эшта мгаддораті. Адэ глај дэо вожикушгата дэто ба университеті, професори, эяна губернатори, авон хаммай чама одамонин, чама халгин. Одамидл шо беда вендеда ки, айо чама толушон хаммайабо ищтиро кардэдан, довлаті, эяна, гаммайаті, хаман ба хар гла толуша шахрия, гасаба жимоний, айид вожиба масалон. Авон дэшта ба университет, дэ гилакон, эяна, мазандарон нежон, эйджо, гэрдавэ нэштедан, нопегат кардедан, эшта вожиба масалон. Эшта догма, ватан, эроний, вожиба масалон. Авэ авон хаммай, эроний, эроний, эйолла, ватандустин, чай, ватанппарварин. Амай, хич бащта аглан, азанимон, вардеки, чанда толуш, айо кокардеда, эйолла, вазифонада. Гилоний, эштеданний губернаторон, чанда кара толушон ба. Чанна толуша депутатон, хссиний, эроний, мази лисада. Авонан, ба на джо, эронжон, хар вазифа дако зинедан кардед. Авэ, жагуан, фаула, шахарвандонин ба эроний. Амма, эроний, шахарванд бе, ба вон манэ, беданики, эшта рағриша огатен. Эшта толушатия огатен. Эшта кауна да, дияра да, хая да, иян шара да, хежо толуши капшайдан. Хаман, ба вақті, гиа гурдэн кардедан ки, бердам кану ба вон сухан вотакас ба бе. Амма, айо ба толуши дарч ба китобон, ружнамон иян журналон са бенэшни. Ба нашуна да, авон, эшта халгий тарихи, чая этнография, фархангий иян, чо масалон хахада, мағалон чапкардедан. Чаврая джувонон бе тарс ларз у мутедан эшта халгий тарихи, ного додан чая адат ананон ба оман асалон. Харгла халгий нумојон даро, асал жимон, жигоба бе. Авэ авон, ве пьедашонеш тар ватан эйрон, эшта джоний дой хозын чая руада. Ватанан, геймат нода башта харгла шарванди, ажджубла бачама толушонан. Чума, азизон, шма чок знидашон ки, эйроний сэй хазос сорна доблат мадураті тарихиш, ана нишыз тэ. Эйрон, сэй хазос сори таби махсул е. Амгела додовлат бошта харгла шарванди, тогма каи е. Чанда гла халгониян чавон маданият, бана глаи вла бухча, хама ханг, овч каадедан эйрона дар. Чавон хаммай, вађдат, хаман эйроний додовлатий вађдат е. Авэ, хич ки зушь вешкедані ба эйроний. Чума знаеку, эйрона дар ба вазиаті хич муғои сан, абэ нэ кардэ дэ узорбэйджоні. Чума аж танчок знидашон ки, тулешон чо ружадан ба пэсохта додовлатий таркибада. Амвазиаті, хич ки ла ислухот я, ганун, сабаро, азни кардэ. Чум чу ку чария таркон менталитет габул кардэ дани, чо халгий, дэйябун, эй додовлатта дажимон кардэ. Авэ, чум фікір, эйрона дар, эйян, узорбэйджон дар, жия тулешон муғои сан, абэ нэ кардэ нэ. Чум чу ку, эмоний, хич муғои сан, абэ нэ кардэ. Эйрон дэ узорбэйджоні муғои сан, ба ани нэ. Амма глаи масала, гейт бэкан бошма. Шама калли агтэвистон, граяй, кардэ дан, ки, хич мааса, эйроний, хукмат, даст гатэ дан, нэ бамач, хама, барда, озоди, джангады. Амма нэ, мэдовиа, кардэ дан, нэ тарконку. Ба дэ ньо, чар, кашэ дан, нэ, узорбэйджонада, жия тулешон, гонавазияті. Амми ам, бувотэм, ки, калли тулешон, хэжон, норозин, хаман, русиа, хукматику ян. Норозин, чар, дэ, узорбэйджонні, диктатурі, нэзам, носибатонку. Авон, вотэдан, ки, илхам, алиев, глаи, галлат, ки, калдэ дэ, ба, русиа байна, москва, иджо, заду дэ, ба, ма, ки, глаи, пикет, я, нэмой, нэмой, ищ, давонам, мон, ба, узорбэйджоні байна. Амма, хэжо, чокна, ам, даджол, илхам, омеда ба, москва, давар деда, чо, урусон, бғэйджио, альбахол, урусон, баймоносибат, ижан, даджол, ищ, беда. Суханин, рості, азуштанан, хайлино, пегатым, карда, ба, масала, хахада. Вэй, вақті, тачим, хам, карда, ки, бачи, ирани хукмат, бащта, айнан, сайдані, ба, чама, халгий, таркон, ба, да, балон. Чо, мэ, юрдададай, ки, икара, чама, сіпириш, габжа, дабе, ба, хахада, дэ, чама, калит, холуша, алимон, иран, политологон, сипириш, габжа, ба, ки, чеч, ба, хзи, шума, хежон, норозишон, иронико, иран, русиако, ба, ки, лозимин, ам, бе, мануа, га, гапон, гас, эханы, ба, чтар, айштан, нень, дия, ба, ба, хахада, габжанан, шума, айштан, чеч, айна, каарда, тоса, айссе, ба, руштта, халгий, ба, толуши, мили, харакоти, Продолжение следует... 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 В столице Элама был город Сузы. Шумеры, от которых Элам находился на востоке, называли его Ним, Акации, Эламту. Элам был расположен в гористой местности, но наряду с горами, где возможно было лишь разведение скота, имелись и плодородные долины по течению двух больших рек. На западе Хуаспа – современная Керхэ, а на востоке Эвлея – современный Корон. На восточном берегу Хуаспы, течение которой здесь сближается с течением Эвлеи, и находилось большое поселение Сузы, главное божество которого Иншушинак, почитался и в Шумере. Согласно шумеро-аккадским источникам, в третьем тысячелетии до н.э. были известны такие эламские города-государства, как Шушен, Сузы, Аншан, Анчан, Симашки, Парахсе, позже Мархаши, Адамдун и т.д. Первые сведения о государстве Элам относятся примерно к концу 27-го, первой половине 26-го века до н.э. В этот период в северном двурече правили цари Авана. Около 2500 года до н.э. правители шумерского города Киш вышли из-под господства Элама. В Аване в это время утвердилась новая династия, ее основателем был Пелли, однако история этого периода недостаточно изучена. Приблизительно в 2300 году до н.э. Элам покорило Акадское государство. Новый акадский царь Римушу практически опустошил эту страну. Но все же, несмотря на то, что акадцы совершали частые военные походы на Элам, полностью покорить эту страну им все же не удалось. Царь Нарам Свен в конце концов заключил договор с эламитами, предполагающий, что Элам должен был согласовывать свою внешнюю политику с акадским царством, сохраняя при этом свою независимость. Когда акад пал под натиском племен Кутиев, Элам полностью вернул себе независимость. Однако Кутии напали и на Элам, в результате чего государство распалось на несколько отдельных областей. Спустя сто лет страна снова воссоединилась, и началось новое возвышение Элама под властью царей династии Симашки. Когда аванское царство Дуречи полностью распалось, Элам был завоеван урским царем Шульги. При урском царе Шусвене появились сведения, что в эламском городе Симашки правит некий царь Ернамме. Его преемником был Инпилухан, который отделился от Ура и захватил города Аван и Сузы. Когда к власти пришел царь Хутран-Темпти, эламиты начали нападать на территорию Междуречья. При царе Идату правители Симашки смогли подчинить себе весь Элам. Эламское государство процветало менее полувека. В первой половине XIX века до н.э. править в Эламе стала новая династия Сукальмахов. Основателем династии Сукальмахов был Эпартии. Самое удивительное заключается в том, что он был выходцем из низов. Власть над страной он получил не по наследству, а в результате борьбы. Потомки Эпартии, особенно царица Шельхаха, усилили эламское государство. В Эламе была своеобразная структура власти. В стране одновременно существовало три правителя – Сукаль-Суз, Сукаль-Элама и Симашки и Сукаль-Мах. Царем страны считался Сукаль-Мах. Его резиденция находилась в Сузах. После его смерти на престол Элама вступал Сукаль-Элама и Симашки. Как правило, это был брат покойного. Своего старшего сына Сукаль-Мах ставил Сукалем-Суз, правителем столицы. Получается, что власть в Эламе переходила не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему брату. В начале XV века до н.э. династия Сукаль-Махов внезапно пресеклась. Предположительно, причиной этому стало завоевание Элама Касситами. Лишь спустя сто лет Элам снова стал независимым государством. К власти пришли цари Аншана и Суз. Новая Эламская династия укрепила центральную власть. С начала XIII века до н.э. Эламиты снова начали свои военные походы. Они захватили обширную область на реке Дияле, а также город Эш-Нун-Ну. Произошло это при царе Унташ на Пирише. В результате этих побед Элам освободился из-под власти Вавилонского царства. Когда к власти пришел царь Китен-Хутран, Эламиты осуществили два похода на Вавилонию, где был взят Нипур, а потом и Иссин. Однако укрепиться Вавилонии Эламскому царю не удалось, так как ассирийский царь Тукультины Нурта I тоже был заинтересован Вавилонией и преуспел в этом намного больше Эламского царя. Когда Китен-Хутран умер, к власти в Эламе пришла новая династия Шутрукидов. Названа эта династия по имени царя Шутрук-Нахунте, который совершил удачный поход на Вавилон, полностью разорил город и взял с Вавилонии огромную дань. При царе Шильхак-Ин-Шушинаке Эламское государство достигло своего наивысшего расцвета. Этот царь расширил Эламские владения. Сузы, расположенные на скрещении важнейших путей, проходивших через Элам, сыграли огромную роль в истории страны. В юго-восточной части Элама жили, по-видимому, темнокожие племена. Высказывалось предположение, что это были племена, родственные дровицким племенам Индии. Долголетние раскопки городища Суз установили здесь ряд культурных слоев. Наиболее значительным является слой, получивший название Сузы-Первый. Нижний предел этого слоя еще не может быть определен с достаточной точностью. Верхний же его предел, то есть начало следующего слоя, называется Сузы-Второй. Относится к концу третьего тысячелетия до нашей эры. В слое Сузы-Первый сохранилось наряду со следами поселения и кладбища, свидетельствующее о заупокойном культе у древних обитателей городища. Предметы, найденные в слое Сузы-Первый, должны быть отнесены к энеолиту. Наряду с каменными орудиями, тщательно изготовленными и оттельфованными, здесь встречаются лишь изредка предметы из меди. Орудие труда свидетельствует о том, что люди, создавшие их, были оседлыми и занимались наряду с охотой также и земледелием. Наряду с ячменем и эмером они выращивали и лен. В числе статуэток, вылепленных из глины, встречаются изображения богини-плодородия. Сосуды, предназначавшиеся специально для погребений, делались из хорошо отмоченной глины, были изготовлены вручную, без гончарного круга. Они украшены геометрическими узорами и условными, геометризованными изображениями людей, птиц, домашних и диких животных, а также орудий труда. Все эти изображения выполнены черной краской. Поселение Сузы-Первого погибло, судя по некоторым признакам, от пожара. Можно предположить, что оно стало жертвой нападения соседних племен, воинственных горцев. В противоположной скульптуре слоя Сузы-Первый, следующая за ней культура слоя Сузы-Второй, распространенная не только в Сузах, но и в других пунктах юго-западного Ирана, имела соприкосновение с культурами стран, находившихся к западу от Элама, и в первую очередь с культурой Шумера, как об этом свидетельствуют результаты раскопок в шумерских городах Эриду, Уре, Кише и других. В период культуры Сузы-Второго уже имелись медные орудии труда и оружия. Надо полагать, что медь добывалась в самом Эламе. По крайней мере, Гудеа сообщал в одной из своих надписей, что он добывал медь в горах Кимаша, пограничной области Элама. В слое Сузы-Второго было найдено и золото, к тому же времени относится появление в Эламе бронзы. Наряду с металлургией большое значение имело и керамическое производство. Правда, сосуды, найденные в слое Сузы-Втором, изготовлены не столь тщательно, как сосуды из слоя Сузы-Второго, но зато они многокрасочны и изображения на них более многообразны. Художник намечает пейзаж, изображает животных и людей. Если судить по встречающимся изображениям крупного рогатого скота, скотоводство в хозяйстве того времени получило дальнейшее развитие. В это время появляется и своеобразная эламская иероглафическая письменность. Столковения шумера с воинственными племенами Элама происходили, несомненно, уже в глубокой древности. С момента появления надписей правителей Лагаша в 25 веке до н.э. мы узнаем об этих войнах. Элам был тесно связан со своим западным соседом Двуречьем. В 26-23 веках до н.э. Сузы были включены в состав Акадского государства, вследствие чего явилось значительное усиление воздействия культуры Двуречья на элам. Часть надписей эламского царя Пузуриншушейнака была написана на эламском языке и эламскими иероглифами. Другая же часть была написана клинописью на семитическом языке Акада. Последующие правители Элама составляли свои надписи только на семитическом языке. Очевидно, Пузуриншушейнак решил воспользоваться ослаблением державы Акада и претендовал на господство в Двуречье. Уже преемнику Нарамсина приходилось отражать крупное вторжение эламитов в Двуречье. В дальнейшем, по мере ослабления мощи Акада, походы эламитов становились более удачными. Во время господства Гутея в Двуречье правитель Лагаша Кудея сообщал в своих надписях о мирных отношениях с эламом. Но вместе с тем он с гордостью отмечал, что разбил город Аншан в страны элама. При царях третьей династии Ура элам должен был снова признать господство Двуречья. И самый крупный представитель названной династией Шульги построил Иншушинаку храм в Сузах. Когда же государство Ура стало клониться к упадку, правители элама смогли снова стать самостоятельными и в конце концов нанесли сокрушительное поражение своим угнетателям. Это произошло при царе Кутернахунте. Эламские письменные знаки восходили к пиктографическим образцам. В дальнейшем своем развитии эти знаки превратились в комбинации линий. И письмо тем самым приняло своеобразный линейный характер. При Пузуриншушинаке оно начало заменяться клинописью, а эламский язык – семитическим языком. Акада, который и вытеснил в письменных памятниках местный язык элама. В двух своих надписи Пузуриншушинак называл себя могучим царем Авана, одной из областей элама. И заявлял, что божество Иншушинак даровал ему четыре страны света, то есть всемирное господство. Лишь со второй половины второго тысячелетия до н.э. стали писать клинописью обычно на эламском языке. В очередной войне элама и Вавилонии царь Вавилона Навуходоносор I нанес эламу поражение. Но и сама Вавилония понесла поражение в битве со сирийским царем Теглат-Паласаром I в конце XII века до н.э. В результате и элам, и вавилония находились в периоде упадка. Позже в эламе восстановилось господство местной знати, которое продолжало бороться за власть уже между собой. В изобразительном искусстве элама, как уже упоминалось, чувствуется влияние двуречия. Сильное влияние двуречия на элам проявилось и в религии. В эламских семитических надписях божества элама, кроме главы пантеона Иншушинака, назывались именами их шумеро-семитических соответствий – Белла, Шамаша, Сина, Инаны, Иштар и т.д. Еще в IV тысячелетии до н.э. на территории элама сложилось оригинальное искусство. Эламская керамика этого периода украшена изящными геометрическими узорами и стилизованными изображениями птиц, животных и людей. На каменных сосудах также с большой выразительностью воспроизведены различные виды животных. Искусство III тысячелетия представлено изображениями грифонов и крылатых львов, а также сцен бытового характера, сохранившимися на печатях того времени. Во второй половине III и II тысячелетия до н.э. большое влияние на эламское искусство оказало шумерское и вавилонское изобразительное искусство. Статуи этого периода изготовлены в традициях круглой скульптуры Месопотамии. Шедевр иламского искусства – бронзовая статуя царицы Наперасу. Значительного подъема иламское искусство достигло в XIII-XII веках до н.э. с усилением политической роли страны. Образцом иламской монументальной архитектуры этого времени является зикурат, построенный в городе Дур-Унташ, недалеко от Сус в XIII веке до н.э. У входа в зикурат стояли изображения львов, быков, грифонов, статуи божеств и царей, изваяния из золота и серебра. Зикурат имел четыре ступени, общая высота которых составляла 42 метра. Длина сторон нижнего этажа составляла 105 метров. На сооружение зикурата были израсходованы миллионы кирпичей и сотни тысяч каменных клыб. В 647 году до н.э. ассирийский царь Ашур-бани-Пал начал широкое наступление на Илам, и вся Сузиана оказалась в его руках. Согласно ассирийским источникам, эта война сопровождалась разрушением и ограблением большинства иламских городов, включая Сузы, и осквернением святилиж. В результате Илам, как независимое политическое образование, перестал существовать, а после падения Ассирии, это 612 год до н.э., он вошел в состав Мидии, а затем стал частью персидского государства. С приходом Арьев, по мере распространения иранского влияния на иранском плато, Илам постепенно пришел в упадок и прекратил свое существование в качестве отдельного государства. Но его культурные достижения еще долго оказывали существенное влияние на материальную и духовную культуру древних иранцев. Достаточно отметить, что иламский язык, существенно обогащенный заимствованиями из древнеперсидского, был наряду с арамейским и аккадским языком делопроизводства Ахименицкой державы. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолж... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...